Добрый день! Приветствую вас на канале Союза педиатров России. Меня зовут Березина Наталья Анатольевна. Я врач-детский кардиолог научного центра здоровья детей. Сегодня мы с вами поговорим об артериальной гипертензии у детей. Под артериальной гипертензией понимают стойкое повышение артериального давления. Нормальное значение артериального давления у детей отличается у взрослых и зависит от возраста, роста и пола ребенка. Как правило, выраженность повышения артериального давления в детском возрасте оценится по специальным таблицам и нормограммам. Но ориентировочно можно пользоваться простыми формами при оценке соответствия артериального давления нормальным величинам. Так, нормальное столическое артериальное давление рассчитывается по формуле возраст ребенка в годах умноженный на 2 плюс 80. Диатолическое возраст ребенка плюс 60 и оно должно составлять от 1,2 до 2,3 от систолического давления. Детям необходимо измерять давление обязательно в спокойной обстановке, не менее трех раз и выбирать среднее значение. Так как у части детей выявление повышенного артериального давления при однократном измерении является следствием психоэмоционального стресса при посещении врача, так называемой гипертонии белого халата. Стойкой повышение артериального давления у детей должно являться причиной к обращению к детскому кардиологу или педиатру. Ведь отличие от взрослых артериальной гипертензии у детей является вторичной по отношению к болезням почкам, надпочечникам, эндокринным заболеваниям и ряда других болезням. Так, повышение артериального давления может привести такое гризязное заболевание как стенный красный волчаин. Ряд бухолей, которые могут возникать в любом возрасте, например фиохромацитома, нейробластома, также могут являться причиной стойкой повышения артериального давления. Повышенное артериальное давление может будет выдаваться также у детей раннего возраста и даже у угрозных детей. Как правило, причиной возникновения артериальной гипертензии в раннем возрасте являются врожденные пороки развития крупных сосудов, например, кортация или гипоплазия аорты, стеноз почечных артерий. Иногда причиной периодического повышения треатного давления, особенно в подростковом возрасте, является синдром вегетативной дисфункции. Клинические проявления данного синдрома очень разнообразны, и наряду с изменением артериального давления отмечаются жалобы на головные боли или головокружение, могут быть боли в области сердца, в животе. Эти пациенты предположены к образцу состояния, они плохо переносят духоту, жару, резкую смену погоды. У больных с вегетацией осудистой дистонии часто также наблюдается повышенная утомляемость, снижение памяти, высокая тревожность и раздражительность. Лишь участие подростка при тщательном исключении и обследовании и исключении органических заболеваний может быть выставлен диагноз эссенциальной гипертензии. Однако в любом случае при выявлении у ребенка артериального давления независимо от возраста необходимо как можно скорее обратиться к врачу. Ведь чем раньше будет выявлена причина повышения давления и назначено адекватное лечение, тем больше шансов на благоприятный исход заболевания. Благодарю за внимание. Подписывайтесь на наш канал, заходите на наши сайты. До свидания.